Лунный монах представляет Ишнуала, друзья! Посмотрите на эту картинку! Представляете, мы с вами на полшага от того, что в Вов ведут некронов. Да, в Варкрафте будут свои некроны, и называться они будут некролорды, которые тоже представляют из себя бессмертную армию некротических солдат, воюющих по всей вселенной. Я собрал много информации по этой теме, так что берите покушать, садитесь поудобнее, и приятного вам просмотра! Некролорды. Давние обитатели темных земель. Основное их скопление находится в мире под названием Малдраксус. Здесь обитают самые могущественные из некромантов. Они проводят эксперименты над душами, всячески истязают их и проверяют на стойкость. Но вот что интересно, с Малдраксусом мы с вами знакомы еще с Варкрафта 3, из-за вот этой анимации. Раньше здания возводились железными необличимыми щупальцами. Теперь эти щупальца костяные, и здания призываются прямиком с Малдраксуса. Да, здания именно призываются, и на иконках написано призвать здание, и по окончании их призыва послушник говорит. Призыв завершен. Раньше считалось, что здания призываются откуда-то с Нордскола, с неизвестного места, а архитектура строений скопирована с построек Асжолны Руба. Сейчас же мы понимаем, что все здания призываются с Малдраксуса, одного из ковенантов темных земель, в который нам предстоит отправиться в новом аддоне. И вот как устроен процесс призыва. Данный арт взят из музея Близзард. Допустим, плети необходимо воздвигнуть Зиккурат. Для этого требуется основа, которая собирается в долине Тысячи Ног. Там имеется лес костей, поле кратеров и инкубационные бассейны, производственные цеха, в которых зреют и вырастают запчасти для зданий. Чтобы Зиккурат мог прочно стоять и обладал магической силой, или, допустим, Некрополь мог летать, ему внедряют обсидианное ядро, которое вырабатывают на обсидиановой вершине. Вот здесь. И вот когда Некролордам или плети необходимо здание, прислужник проводит специальный ритуал, открывающий портал в долине Тысячи Ног. Эти ноги быстренько собирают здание из готовых материалов и затем переносят его в нашу реальность через портал. Нежити не нужно заморачиваться. Им поставляют готовую продукцию, которую можно разместить хоть где и хоть когда. Хотя нет. Здание можно сотворить только на проклятой земле. Эти ноги могут также срастаться друг с другом и превращаться в огромных трехногих существ. Обратите внимание на этих человечков, смотрящих на великих исполинов. Не хотел бы я оказаться на месте этих людей. Так почему вообще какая-то там плеть может пользоваться ресурсами Малдраксуса? Во всем этом замешан, конечно же, Король Лич, который как раз-таки и смог перенять технологию строительства, как и большинство других вещей из темных земель. Надев шлем, он стал плотно повязан с Царством Смерти. По сути, этот шлем вообще не должен был быть на Азероте. Из-за него воронка миров прогнулась, и шлем стал входными вратами в Shadowlands. Но о нем мы поговорим чуть-чуть позже. Посмотрите на то, что ЦЛК – это всего лишь легкая копия Таргаста. Король Лич держал в заточении тюремщика все это время и брал его силу. Конкретные примеры заимствований. В Малдраксусе есть специальное устройство, уничтожающее слабые и непрошедшие испытания души. Из этих слабых душ Некролорды делают топливо для своего оружия. У плети также существовало собственное устройство для измельчения душ. Броньям был старшим механиком машин для измельчения душ. Он служил культу проклятых с момента его основания. Калтузат самолично обучал Броньяма тому, как надо обращаться с душами, чтобы подпитывать смертоносные орудия плети. И, по всей видимости, Калтузат также имел прочную связь с Малдраксусом. А вот Пожиратель душ был главным оператором измельчителей душ, предназначенным для предотвращения бегства душ из темных машин. Также мы начали это видео с Некронов, и я на 99% уверен, что в Малдраксусе мы встретим подобных механизированных воинов, как Некроны. Потому что даже плети Короля Лича удалось настроить производство собственных механических чудовищ-киборгов. А у Некролордов куда больше ресурсов для всего этого. Здание плети очень похоже на здание Малдраксуса и все же имеют свои отличительные особенности. Именно поэтому говорится о том, что Королич лишь заимствовал архитектурный стиль Нерубов. Весь остальной функционал он взял с Малдраксуса. То есть можно сказать, что плеть Короля Лича это всего лишь легкое отражение настоящей силы нежити. Выходит, они всего лишь подражатели-любители, которые, вероятно, с помощью натрезимов выкрали технологии Вечной Армии и наладили свое производство на Азероте. Также маленький интересный факт. Мне прислал его в ВК Михаил Щеколев. Посмотрите на шлем Всевластия. На нем выгравированы костяные пальцы Сильваны. Неужели вся эта история с разрывом шлема, с открытием темных земель должна была случиться? Неужели Сильваны выполняет пророчества и шлем должен был попасть на Азерот, чтобы создать эту воронку между мирами? Также интересно посмотреть и на это. На этом скриншоте вы видите процесс развития Некролордов, самых главных персонажей в одноименном Ковенанте. Изначально в Малдраксус попадает бесформенный дух, заслуживший пребывание в этом жестоком мире. В Малдраксусе поощряется только сила, только самые лучшие стойки из попавших туда душ становятся бессмертными солдатами, защищающими темные земли. Менее перспективные души становятся топливом для оружия Малдраксуса. Впоследствии этот дух, приобретая телесную оболочку, становится собственно Некролордом и управляет концентрированной магией через свой посох и обсидиановый наконечник. А третья стадия созревания – Архилич. Удивительно также и то, что в мире Азерота человек, занимающийся Некромантией в Соло, смог стать Архиличом. Да, речь идет о Келтузаде, он прошел все три стадии созревания и в конце стал бессмертной скелетообразной фигурой. Келтузад не имел при себе филактерии во время второго поражения, его нынешний статус остается неизвестным, и как думаете, сможем ли мы с ним встретиться в Малдраксусе? Я думаю, ответ очевиден. Также у Короля Лича были и другие Личи, они служили генералами армии и советниками других могущественных членов плети. Эти Личи были несколько неопытны и, вероятно, новички в бессмертном существовании. Текущее их положение неизвестно, потому что так же, как и у Келтузада, мы не знаем положение их филактерий. Вообще, очень странно слышать от Близзард то, что в Малдраксусе, мире, где смерть и есть сама жизнь, водят туда душу Дреки, матери Трала, а не Келтузада, допустим, или кого-то другого, более приземленного к нежити персонажа. А сюжет данного Ковенанта будет заключаться в следующем. Жестокий процесс отбора помог Малдраксусу создать многочисленное и сильное ополчение. Но иерархия этого мира пошатнулась, его давний правитель исчез. Пять самых могущественных повелителей смерти начали борьбу за его трон и за возможность сеять смерть и разрушение по всей вселенной. Каждый из них хочет заручиться поддержкой вновь прибывших душ. Они ищут искусственных воинов для своей личной гвардии и собирают самые многочисленные армии в истории. Выступят ли они против друг друга или против миров, которые поклялись защищать? Это мы как раз и узнаем с выходом Shadowlands. Мне было очень интересно создавать это видео, потому что информация свежая, уникальная и очень сочная. Если это видео вам понравилось, то поставьте лайк, подпишитесь на канал и не забывайте про колокольчик. Он позволяет вам смотреть ролики самыми первыми. С вами был Лунный Монах и новое видео уже скоро. Субтитры сделал DimaTorzok